Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты 1-го карагандинского канала Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жильцы Новодолинки жалуются, что разорванный электрический провод, по которому передается электричество, подвергает их опасности прямо у них в доме. Ситуацией разбирались наши корреспонденты. Карагандинцы жалуются на качество услуги автобусных автопарков. Об этих и других вопросах автотранспорта через несколько минут. Угон самолета по-карагандински. Неадекватный пассажир потребовал у сотрудников аэропорта предоставить ему самолет до Бостона. Удалось ли долететь гражданину до Америки? Смотрите далее. Жильцы Новодолинки жалуются на местные власти, что разорванный электрический провод, по которому передается электричество, подвергает их опасности прямо у них в доме. На крик народа никто не откликается, переводя проблему на самих жильцов. Провод временами замыкается и в любой момент он может спровоцировать пожар, считают жители. Более подробно расскажет наш корреспондент. Проблема электроснабжения у жителей Новодолинки затрагивалась и ранее. По словам жильцов, у них пять раз в году поднимается тариф на электричество. Но почему-то эта проблема остается нерешенной. И теперь за последствия оторванного провода им не до сна. Провод еще в позапрошлом году. Была Захарова здесь. И она сказала нашей электрике, провод был оголенный, ветром порвало провод было. И мы вызвали электрику. Электрике пришли и говорит, вас сделали. Тут они соединили кое-как на улице. А туда, под чердаком, говорит, туда мы даже не сунемся. Я говорю, почему не сунетесь? Потому что там весь провод перегорел. Жители каждый раз обращаются за помощью, но им ничего не делают. Только твердят, что их территория не рассматривается под их участок. Возмущенный народ не понимает, за что платить, когда всеобщая проблема остается неизменной. Меряники не принимаются. Приехали, посмотрели. Надо менять кабель. Меняйте. От столба до дома, это же ваша территория. Если мы платим деньги, а деньги мы платим, у нас самая большая, почти 20 тенге за киловатт. Выше, по-моему, в Карганинской области нигде нет. А за что платят? Мы уже столько раз обращались за помощью по поводу электрического провода, но никто не пытается нам помочь. У меня у самой пятеро детей нет возможности для замены кабеля. Мы все боимся, что если пойдет дождь, замкнет и весь дом сгорит. Здесь уже когда-то был пожар из-за замыкания провода, но, к счастью, люди вовремя успели его потушить. Подобный случай может повториться в любую секунду, так как в округе детей много и опасностей стоит остерегаться. Кульза Цахва, Арман Нартаев, Первокарагандинский. Качество обслуживания и передвижения на общественном транспорте стало уже актуальной проблемой для горожан Караганды. Многие жители жалуются на качество услуги автобусных автопарков. Эти и другие вопросы автотранспорта руководство обсуждало с журналистами на брифинге. Основными проблемами автобусов остается график передвижения, чистота и качество обслуживания. С каждым годом в городе насчитывается наибольшее количество жителей, что и требует особого рассмотрения передвижения на общественном транспорте. Мы сами же через ЦОУ, камеры ЦОУ же есть, вот я доступ туда имею, там работают коллеги мои бывшие, ученики мои. Беру оттуда информацию. Вчера, например, я тоже выезжал в городской отдел дорожной коллекции, в административной практике, выписал последние данные. Последние данные, по ним сами принимаем меры. На брифинге также обсуждалась тема чистоты в автобусах и общая этика кондукторов с пассажирами. После рабочего дня многие автопарки не считают нужным помыть и подготовить автобусов на следующее утро, что и вызывает недовольство у жителей. Мы все равно должны принять совместными усилиями меры и поднять качество обслуживания. Наш пассажир, любой житель города, это наш пассажир, когда заходит в автобусы общественного транспорта, он должен себя чувствовать комфортно, уютно и понимать, что ему предоставляют только услугу, и он за эту услугу очень должен с удовольствием оплатить. Сейчас в автобусных транспортах трудно определить кондуктора от пассажира. В такой системе любой может подойти и попросить оплаты за проезд. Многие собравшиеся отметили, что водители автобусов города Тимиртау уже перевели на один интерес код. Если этого не хотим, мы должны все-таки вводить. Должна быть все-таки униформа, вы можете сами для себя каждый автопарк разработать. Не надо сильно чего-то там или жилетки или что, да даже просто сделайте. Пусть будут рубашки синего цвета или зеленого цвета, без разницы. Пусть будут темно-коричневые, если вы хотите. Просто определите, чтобы у вашего водителя было приятное вид. О ценах за проезд на брифинге тема не поднималась. Задача была поставлена только на определение точного графика передвижения и перевод всех водителей на единую форму одежды. Гульза Атсахова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Еще одна свидетельница по делу экс-премьер-министра Серика Ахметова рассказала о покупке земельного участка. Гособвинитель пытался доказать, что женщина приобрела землю, зная, что ее продает подсудимый Шалтаков. Допрошенная этот факт отрицала. Также в ходе заседания допросили начальника изолятора временного содержания, в котором находились некоторые подсудимые. Свидетельница Светлана Озерская приобрела земельный участок за 300 тысяч деньги. С ее слов о продаже данной территории она узнала чисто случайно. Подсудимого Марлена Шалтакова я не знала, пояснила она. Деньги я оплачивала в помещении нотариуса. У него несколько комнат в офисе. И я вышла в другую комнату, подъехал человек, я отдала деньги. Потом вернулась, подписала все документы и забрала свои экземпляжи. Второго свидетеля, начальника изолятора временного содержания Володина, допрашивал защитник Федерякин. Адвокат несколько раз задавал вопрос о содержании в изоляторе подсудимых Смогулова и Доребекова. Также он интересовался датой задержания одного из свидетелей. Судья Исламхан Исимбаев недоумевал. Защитник Федерякин, не повышайте голос на свидетеля. Со слов Федерякина, в материалах дела много противоречий касательно времени нахождения его подопечного и других чиновников в ИВС. Даты в протоколах следственных органов не совпадают с ответами на официальные запросы, которые я делал, пояснил защитник. Свидетель в суде предоставил журналы с записями дат и времени задержания данных подозреваемых. Я предоставил все. Вот то, что был след. Я предоставляю, что он там был. Ваши вопросы, я был непонятен. Вы задаете такие вопросы, которые касаются уже не только господина Смогулова, а касаются в общем организации работы. Суд продолжается. На следующей неделе в заседании будет рассмотрен другой эпизод. Аймамрина Толегин Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. К другим новостям. В аэропорту Караганды мужчина с ножом требовал предоставить ему самолет в Бостон. Военнослужащие летной части и сотрудники службы безопасности аэропорта не рассерялись от неожиданной просьбы посетителя. После недолгих переговоров мужчину удалось обезвредить. Молодого парня отправили в линейный отдел полиции. Мужчина пришел в аэропорт и долго бродил по нему. Увидев военнослужащих летной части, он вдруг достал нож и начал требовать предоставить ему самолет до Бостона. Молодой парень, едва переступивший 20-летний рубеж, вел себя странно. Выражение лица и поведение мужчины было неадекватным. Со слов сотрудников аэропорта, он был похож на наркомана. После недолгих переговоров парня все-таки удалось обезвредить. Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Причина его поступка и цель неудавшегося визита в Америку неизвестна. Ходил он буквально, ну, ничем не отличался от всех других пассажиров, хотя пассажиров практически не было. А вот когда уже спустился вниз, тогда он достал нож. И начал требовать у военных, чтобы они ему предоставили самолет для полета в Бостон. Почему в Бостон, я не знаю. Акимы районов города Караганды отчитались перед депутатами областного маслехата. Благоустройство дворов, проблемы жилых сооружений обсуждалось в ходе заседания. О том, как были использованы бюджетные средства в 355 миллионов тенге, рассказал Аким Октябрьского района. На сегодняшний день одним из основных направлений в реализации госпрограмм является благоустройство дворовых территорий. По этой причине, согласно бюджетному спонсированию, в Октябрьском районе было благоустроено 4 двора. Также на выделенные средства были проведены государственные закупки. Первое – это благоустройство дворовых территорий – 250 миллионов. Второе – это содержание территорий районов – 80 миллионов. Третье – это обеспечение санитария населенных пунктов – 14 миллионов. И четвертое – благоустройство подъездных путей к дворовым территориям Востока-3. Это 16,8 миллионов тенге. В ходе ознакомления с отсчетом была затронута тема санитарного состояния населенных пунктов. С начала года в районе зафиксировано 26 несанкционированных свалок, на ликвидацию которого было выделено более 5 миллионов тенге. На всю названную сумму только 12 прошли полную очистку, а остальные 8 ожидают следующего финансирования. Вот сейчас таких людей очень много. Вы бы попросили, пожалуйста, за этой территорией смотреть, если кто-то вывалит, звоните. Мне кажется, будет это эффектнее, чем выделять каждый год бюджетные средства на это. Можно даже премировать за эти помощи. По итогам заслушивания Акиму района были даны соответствующие задания по решению вышеназванных проблем. Фариза Улбаева, Гульнур Жакен, Олжас Габазов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Около 2000 студентов из Южного региона обучаются в карагандинских учебных заведениях по программе СИРПЕН-2050. Управление по вопросам молодежной политики и Центр молодежных инициатив организовали встречу со студентами и обсудили насущные вопросы. С 2014 года в Казахстане работает государственная программа СИРПЕН-2050. Обучить и трудоустроить молодежь из Южного региона страны – это главная цель программы. Во многих областях дефицит профессиональных кадров. В Караганде есть университеты и колледжи, где могут обучаться эти ребята. Эта встреча направлена именно на диалоговую площадку. Во-первых, узнать насущные проблемы молодежи, которые обучаются по этой программе. И в целом от нас оказание какой-то помощи, взаимодействие со всеми. Поэтому сегодня были приглашены заинтересованные государственные органы. Это департамент внутренних дел, управление образованием, здравоохранением, управление спортом и физической культурой. Поэтому основная цель – взаимодействие с ними, узнать какие насущные проблемы у студентов. Более 6 тысяч грантов на весь Казахстан выделили для обучения студентов из Южных регионов. Для них созданы все условия – бесплатное жилье, питание, проезд по городу. Кроме того, раз в три года каждому студенту колледжа дают 64 тысячи тенге на зимнюю одежду. Я очень рад, что есть такая программа, которая дает возможность молодежи обучаться бесплатно. Для студентов из Южного региона это хороший шанс получить высшее и среднее образование. В основном на участие в программе подали заявки дети из малообеспеченных семей. Программа «Серпен-2050» набирает обороты. В прошлом году выделяли всего 2050 грантов, а в этом году число увеличилось в три раза. Для обучения в высших учебных заведениях в этом году 5000 грантов, а для средних – 1200. Лариса Хусейнова, Толиген Рашитов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В Караганде арестовано имущество замначальника управления административной полиции по Карагандинской области Иргобыла Жукенова и командира батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Айтпая Сыздыкова. Высокопоставленные полицейские подозреваются в мошенничестве. Напомним, на заместителя руководителя управления административной полиции ДВД Карагандинской области Иргобыла Жукенова написали заявление о денежных поборах инспекторы подразделения ДПП. Судья выяснилось, что в деле фигурирует и второй подозреваемый – командир батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Карагандинской области Айтпай Сыздыков. Судья ходатайства гособвинителя о аресте имущества подозреваемых удовлетворил частично. Постановлением Казбийского районного суда города Караганда 7 октября 2015 года санкционировано наложение ареста на имущество Жукенова в виде квартиры и на имущество в виде квартиры, земельного участка, гаража. А имущество в виде земельного участка Жукенова отказано от санкционирования ареста. В этом году исполняется 10 лет программе «Жасл-Ель». За это время бойцы отрядов достигли больших успехов и сделали множество добрых дел для города. Сегодня прошло городское закрытие 11-го трудового сезона, где наградили активную студенческую молодежь и работодателей. За время работы программы «Жасл-Ель» были привлечены к работе 12 тысяч человек, посажено 300 тысяч деревьев и обработано 2500 гектар земли. Многие участники программы уже не первый год работают в отрядах. Возвращаясь каждый раз, они приобретают новых друзей и учатся друг у друга чему-то новому. Мирас Хайрулаев пришел в отряд «Жасл-Ель» на каникулах в прошлом году, чтобы немного подзаработать и материально помочь родителям. В «Жасл-Ель» я пришел помогать, очищать город. Потом здесь много познакомился с людьми, с креативными ребятами. И денег мне вовремя дали. И все, я купил для учебы, готов был обеспечить себя. Бойцы штаба «Жасл-Ель» являются постоянными участниками ежегодной социальной кампании «Ардагым Ардагирэм». В рамках акции бойцы тройловых отрядов со всей области помогают по домашнему хозяйству ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. Совместно с Акиматом города Караганды в течение трех лет проводится молодежный турнир «Кубок чистоты» между Лигами школ и студенчества. Сегодня мы подводим итоги 11-го трудового сезона. В этом году более 300 юных карагандистов приняли участие в деятельности молодежных трудовых отрядов, студенческих, строительных отрядов. И эта добрая традиция из года в год набирает свои обороты. На церемонии закрытия сезона присутствовала заместитель Акима города Караганды Ирина Любарская. Благодарственными письмами от имени Акима города были награждены работодатели, мастера городского парка и самые активные бойцы отрядов. Благодаря «Жасл-Ель» многие ребята получили первый трудовой опыт и провели свои летние каникулы, используя для себя и для города. Главная цель студентов – очистить город от мусора и соблюдать порядок. К этому ребята призывают и всех остальных. Лариса Хусейнова, Толиген Рашитов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И еще в одном. Библиотека имени Гоголя снова открыла свои двери для любителей литературы. Мероприятие посетили ученики школ и студенты первых курсов. Участникам акции провели экскурсию по самым уникальным библиотечным отделам. Ежегодно библиотека насчитывает 21 тысячу читателей. Основным спросом среди учеников и студентов пользуется художественная и отраслевая литература. Программа для посетителей включает в себя выставку уникальных редких книг, интеллектуально-познавательные игры и викторины. А также здесь можно обменяться прочитанным произведением с другим желающим или выбрать себе любую понравившуюся книгу. Да, я считаю, что эта акция полезна, потому что человек может узнавать что-то новое и вкладывать свою часть знаний в библиотеку и получать также новую часть. Когда мне надо что-то сделать в школе, либо реферат, презентацию, я прихожу в библиотеку и беру книгу и изучаю информацию, которая мне нужна. Ежегодная акция проводится с целью повышения общественного интереса к чтению, ознакомления читателей с новыми информационными возможностями и услугами библиотеки. К тому же в этот день без страха и упрека можно сдать по какой-либо причине задержанную читателем книгу. У нас очень разные читатели, начиная от школьников и заканчивая, можно сказать, пенсионерами. То есть здесь большее количество даже я не могу видеть, примерно равное. Только в день открытых дверей можно увидеть и ознакомиться с такими уникальными экземплярами, как прижизненные издания Пушкина, Есенина, литература 18 века, а также редкие книги о жизни выдающихся казахских поэтов. Диана Рамазанова, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова